125 лет великому Ханышу под таким названием в музее Батыр Бабаларга Тазан прошла передвижная выставка, специально привезенная Мемориальным музеем имени Ханыша Сапаева из самой Павлодарской области. На мероприятие собрались представители интеллигенции и молодежь. Подробнее расскажет наш корреспондент. В этом году казахстанское общество широко отмечает 125-летие со дня рождения первого казахстанского академика, ученого-основателя школы металлогении в Казахстане Ханыша Сапаева. Байнаульский музей обладает уникальным фондом вещей, принадлежавших казахстанскому деятелю. Они были представлены на выставке, презентовавшей более 30 предметов личного опихода ученого. На этой экспозиции зрители также смогли увидеть около 100 редких фотографий, рассказывающих о жизни и достижениях Ханыша Сапаева. Наш музей был открыт в 1964 году в год смерти Ханыша и Монтайулы. В честь его 125-летия мы организуем передвижную выставку, в рамках которой мы представили зрителям различные вещи ученого. Конечно же, мы очень надеемся, что эту экспозицию посетит в первую очередь молодежь, чтобы своими глазами увидеть предметы, которыми он пользовался. Мы нацелены на воспитание подрастающего поколения на примере таких деятелей, как Ханыш Сапаев. Возможно, кто-то из них захочет пойти по стопам ученого и займется наукой. В ходе мероприятия историки и исследователи поделились своими воспоминаниями о Ханыше Сапаеве. Они также рассказали о значительном вкладе ученого в развитие отечественной геологии и металлургии. Чем бы ни занимался Ханыш Сапаев, он везде оставил глубокий след. И в науке, и в политике, и в культуре, и в истории Казахстана, и во многих других отраслях. Благодаря его трудам открыты богатства Жизхазгана и Мангастал, а также основана Академия наук республики. Всеми этими благами мы пользуемся по сей день. Помимо научных достижений, Сапаев также внес неоценимый вклад в культурное наследие страны. Известный собиратель казахских песен Александр Затаевич пополнил свою коллекцию почти 20 произведениями, исполненными самим Ханышем Сапаевым. Молодежь, посетившая выставку, выразила восхищение его наследию. Нам посчастливилось побывать на этой уникальной выставке и увидеть своими глазами редкие вещи великого казахского ученого. Мы узнали много нового о жизни Каныши Сапаева и его вкладе в развитие Казахстана. Это вдохновляет нас стремиться к таким же высоким целям и внести такой же значимый вклад в развитие нашей страны. Я с уверенностью могу сказать, что Каныши Монтайл Сапаев произвел на меня неизгладимое впечатление, как великий ученый, как человек, оставивший после себя память своими делами, своими открытиями, и не только как геолог, но и как деятель культуры. Я считаю, что мы должны подражать именно таким выдающимся личностям, чтобы в будущем внести свой вклад в становление Казахстана. Стоит отметить, что организация нынешней выставки стала возможной благодаря поддержке Управления культуры Алматинской области. Такие мероприятия планируется проводить до конца года.